Продолжаем движение. Третья серия маршрута Москва-Саранск. Трасса М5. Федеральная трасса М5. Значит в этой серии будет очень интересный участок вблизи поселка Умет. Этот фрагмент я замедлю, вернее пущу без ускорения. Но там момент, где будет трасса проходить мимо Мордональдса бывшего, я его немножко замедлю, чтобы могли посмотреть, рассмотреть это место. Ну и потом уже прокомментирую более подробно. Итак, поехали. Значит позади остался Шацк. О нем уже информацию я в прошлой серии сообщил. Впереди лесное Конобеево. В Википедии об этом сказано. Что это село в Шацком районе Рязанской области. Население по переписи 2012 года 619 человек. История. Раньше на месте Конобеева были непроходимые леса и болота. С XII века местность, где впоследствии построили крепость Шацк, служила граница Рязанского княжества. Рязанского княжества. По легенде, во время монголо-татарского ига в одном из сел татары построили что-то вроде скотобойния. Уводили у жителей деревни лошадей и там убивали. Отсюда и название Конобеева. Осенью 1670 года Разин приказал своим сподвижникам сосредоточиться в Шацкому езде в селе Конобеево, чтобы идти под, ну это так вот написано, идти под Москву бояр побивать. Это в Рязанской энциклопедии, том 1, страница 528. До нашей дни в лесном Конобееве сохранились много архитектурных и природных памятников. Например, руины Казанского храма, деревянная мельница, пещера. В пещере обитает занесенную в Красную книгу летучие мыши Ушаны. Усадьба тайного советника, сенатора и коммергера Нарышкина, 1761-1841 год, женатого на баронессе Старогановой. Это была усадьба, далее усадьба по родству переходила другим родственникам Нарышкина и так далее. Известные уроженцы Баландин Максим Васильевич, герой Советского Союза, Лачинов Дмитрий Алексеевич, русский физик и электротехник, Лачинов Петр Александрович, профессор химии, синтезировал и изучил нитроциан и галоген бензолы и другие ароматические углеводы. Гумилевский Дмитрий Григорьевич, историк православной церкви, уроженец села Конобеева. Чуть впереди по ходу движения. Кучасьевское сельское поселение. Это сельское поселение в Шацком районе Рязанской области. Поселение утверждено 14 апреля 2009 года Советом депутатов муниципального образования Кучасьевского сельского поселения в связи с законом ООН отделения муниципальных образований. История. Кучасьева раньше имела название Екатериновка, но потом его переименовали в честь благородного разбойника Кутаса. Кутаса. Вот так вот. Кто такой Кутаса, не знаю. Население в 2017 году составило 627 человек. В состав сельского поселения входит Аксельмеева, Калтырина, Кучасьева, Липовка, наша деревня, наша деревня называется так, Невеличка деревня, Подысакова, Ржавец село, Сборное село, Соснова, Здорово село и Кемишево село. Вот про Кучасьевское сельское поселение я все сказал, что можно было найти. Вот центром является село Кучасьева. Ну, больше ничего, к сожалению, тут Далеко справа, Деревня Купля или Купля. По телевизору передали, жуткая трагедия произошла в Керчи. Не хочу даже... Ну, в общем, беда в Керчи случилась. Сейчас по всем каналам идет обсуждение этой трагедии. Молодой человек расстрелял и привел в действие взрывное устройство. Погибло 17 человек. Ах, кошмар, конечно, что делают. Трасса М5. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Трасса М5, Урал. Впереди населенный пункт называется Ямберно. Ямберно. Значит, в Википедии о нем сказано, что это село в Шатском районе Рязанской области. Первое упоминание 1623 год. Население в 2012 году 480 человек. Происхождение названия. Рассказывают, что много-много лет назад в месте, где сейчас расположено село Ямберно, произошла битва татар с русскими, в которой погиб один из лучших военачальников хана Батыя, Яма. По преданию, хан так любил Яма и так сожалел о его смерти, что приказал назвать близлежащее поселение Ямберно. Берно в переводе с древнемонгольского означает «сложить голову». В другом варианте легенды военачальника звали Берн, а Ям – это Яма, могила, то есть могила Берна. Есть еще объяснение названия села происходит от татарского Бир – первая. Яма первая, Бир – первая и Яма, то есть почтовая станция. Окрестности села Ямберно были заселены людьми издревле. В 250 метрах к юго-востоку от села, на правом берегу реки Цны, находится поселение Ямберно эпохи бронзового и раннего железного веков. Это одна две тысячи лет до нашей эры. Здесь же обнаружены остатки поселения 15-го и 17-го веков. Изначально Ямберно была мордовской деревней, возникшей на берегу реки Цны, не позднее 16-го века. Впервые деревня Ямберно упоминается в песцовых книгах Федора Чеботова при описании в отчин великой Иннокене Марфы Ивановны. Так, ладно, это пропустим. В 1655 году владыка Мисаил отправился во вторичную мессионерскую поездку в восточные районы своей епархии, крестив при этом около 4200 человек татар и мордвы. По итогам третьей ревизии деревня Ямберно числилась в отчине обершталмайстера Льва Александровича Нарышкина. В ней насчитывалось 33 двора, в коих проживало 108 душ мужского и 106 душ женского пола. Деревня Ямберно принадлежала Нарышкину и позднее, но в конце XIX века в честь их имения здесь была приобретена Иваном Емельяновичем Сейли Демировым, построившим в Ямберно в 1893 году усадебный дом с хозяйственными постройками. К 1911 году по данным Андреевского деревня Ямберно относилась к приходу Преображенской церкви. В годы Октябрьской революции и последовавшей Гражданской войны деревня Ямберно становится одним из опорных пунктов советской власти в Шадском уезде. Здесь действовал влиятельный комитет бедноты Комбет, принявший по воспоминаниям первого председателя Шадского кома Иванова на общем собрании исторический документ протокол. Читаю выписку из протокола Беднота находясь в очень критическом положении в отношении продовольственного вопроса уяснив себе отношения и взгляды местных купаков и мироедов пришла к неуклонному бесповоротному решению воедино сплотиться и общими силами бороться с нашими вековыми угнетателями так как дорога с деревенской буржуазией нашими злейшими врагами приводит всех к безвыходному положению мы все не хотим больше оставаться беспартийными и все как есть вступаем в самую справедливую пролетарскую и крестьянскую партии под этим протоколом поставили подписи 17 человек социальная инфраструктура села Ямберна отделение почтовой связи врачебная амбулатория общеобразовательная школа детский сад дом культуры и библиотека транспорт основную грузу пассажирскую пассажироперевозки осуществляет автомобили транспортом через село Ямберна проходит автомобильная дорога федерального значения М5 Урал Москва Рязань Пенза Самара Уфа Челябинск достопримечательности поклонный крест на месте убийства язычниками священника Месаила архиеписок КП Рязанского и Муромского в 1655 году установлены дороги от Ямберна на город Сасова Усадьба дворян Сельдемировых конец 19 начало 20 века сохранилась по настоящее время служебный филиал хозяйственной постройки и усадебный парк известный уроженец Федор Федорович Куприянов авиаконструктор доктор технической наук заслуженный изобретатель дважды лауреат государственной премии вот что можно прочитать в Википедии о Ямберна так далее по ходу движения впереди мобильный пост ТПС ограничение 90 село Салтыково Салтыково Буты Спасские Буты это другие названия входит в состав придорожного сельского поселения История Салтыкова это усадьба генерал-майора графа Салтыкова 1731-1800 годы с женой графиней Салтыковой 1751-1825 годы в конце 18-го столетия принадлежала действующему коммергеру князю Гагарину в середине 19-го века московскому губернскому предводителю дворянства действующему статскому советнику князю Гагарину 1828-1868 год женатому на Прихуновой В конце 19-го века начале 20-го века их племяннику князю Гагарину женат 823-902 женатому на графине Гурьевой В имении князя Гагарина было устроено образцовое хозяйство занятое животноводством и лесоводством работал винокуренный завод Сохранилась заброшенная церковь Сергия Радонежского 1760-го года в стиле барокко построенное графом Салтыковым В 1883-м году село Спасы Буты старое название Салтыкова входило в Салтыковскую волость Спасского уезда Тамбовской области Тамбовской губернии С 2004-го по настоящее время входит в состав придорожного сельского поселения до этого момента входило в Салтыковский сельский округ Чувствую чтобы я не оставался Хорошо Так, по ходу движения по ходу движения соргать село в Торбиевском районе Мордовской республики рядом с этим селом классик татарской поэзии Хадид Акташ и отец самого богатого человека на Украине Рената Ахметова они родом отсюда население 418 человек в 2001 году в основном татары расположен на левом берегу парцы в 13 километрах от райцентра население в 2010 году 329 человек в 2002 405 человек татары 48 Мар 2 30 Так, ладно До советской территориальной реформы село относилось к Зарубинской области Спасского уезда Точно известно что в 1834 году в селе была мечеть так как в упомянутом году татарин Инокаев вел переписку об утверждении его имамом в местной соборной мечети В 1862 году в селе была всего одна мечеть Однако уже в 1881 был утвержден проект постройки третьей мечети в 1907 году четвертой имамы обоих мечетей были родом Янакаевых В 1862 году в селе в 180 дворах проживало 1354 человека но уже в начале 20 века татарственное население сурга деспасского уезда составляло 2580 душ обоего пола в селе имелось две татарские школы в одной из которых учалось 60 а в другой 28 мальчиков преподаванием занимались местные моллы мальчиков сурга походу селища село в Касимовском районе Рязанской области входит в состав Ахматовского сельского поселения первоначально построено в селищах деревянной Покровской церкви теплым пределом в честь животноводческой троицы о господи в каком же языке тут написано в 1913 году стараниями отца Михаила в селе были построены церковно-приходская школа и крикпичный просторный храм в честь троицы живоначальной в конце 20-го 19-го начале 20-го века село относилось к подгородной области Касимовского уезда Рязанской области в 1859 году в селе чиселось 58 дворов в 1906 году 78 население в 2010 году составило 74 человека в селе находится действующая церковь троицы живоначальной так прямо по ходу поселок Дубитель население 558 человек 2017 год основан в 1929 году поселок основан в годы первых пятилетков в связи со строительством завода дубильных экстратов Дубитель который дал название населенному пункту по переписи 70-го года здесь проживало 1230 человек значительная часть населения работала на заводе в 2001 году на его базе открыли макомольный цех а на основе местного КБУ трикотажный цех по пошиву одежды современной инфраструктуре поселка средняя школа дом культуры библиотека амбулатория пожарное депо почта музей завода и все возле дубителя селище 13-14 века среди жителей поселка заслуженные учителя Мордовской СССР Варламова Тюрина заслуженный работник бытового обслуживания Мордовской СССР Лапичев Далее Внимание По ходу движения будет населенный пункт Умед Умед Это место одно из самых знаменитых на трассе М5 если не самая знаменитая Значит очень много информации об этом чуть позже Умед Умед поселок городского типа Зубово Полянском муниципальном районе Республики Мордовия расположена федеральной автодороге М5 Урал являющейся частью маршрута Е30 430 км от Москвы и в 210 от Саранска железнодорожная станция Теплый Стан население 2,7 тысячи человек 2014 год статус поселка городского типа с 1959 года Вот читаю из Википедии Сам случайно об этом узнал Повторяю буквально слово в слово то что я рассказывал друзьям и знакомым Это одно из самых известных мест на трассе М5 Знаменит своим количеством самых разнообразных придорожных кафе более 500 штук растянутых вдоль дороги на дистанции около 2 км названия преимущественно женскими две Татьяны Наталья Ольги и другие придорожный общепит является основным видом экономической деятельности поселка отдельную известность имеет ресторан Морд Довинс переименованный из Морд Доналдса после претензий Мак Дональдса кстати проезжая по этому маршруту неоднократно я сам останавливался ну очень такое привлекательное название и буквы такие желтые были и надпись я просто был в восторге но вот в эту поездку вот такая информация после претензий Мак Дональдса но это только унизило Мак Дональдс в моих глазах недостойное поведение этой вот компании значит вместо того чтобы вложить деньги оценить остроумие находчивость и прочее вот тех кто организовал это кафе ресторан Морд Довинс старое название Морд Дональдс вот чтобы вложить деньги создать там заасфальтировать какую-то площадку то есть максимально вложиться в это они еще выдвинули к ним претензии на в интернете если забьете в поисковике Морд Дональдс вы увидите сколько какое количество огромное количество доброжелательных отзывов восхитительных отзывов то есть очень популярное место и широко известно среди автомобилистов ну вот к сожалению капиталисты имеют все похабить но бог с ним я проезжаю значит вернее обрабатывая видео вот это место Морд Дональдс к нему значит без ускорения видео возле Морд Дональдса я замедлил в два раза чтобы можно было рассмотреть там что-то как-то остановить видео ну и хотелось чтобы вы тоже на это место посмотрели и оценили повторяю что это одно из самых знаменитых если не самое знаменитое место на трассе М5 значит что еще сказано об этом поселке городского типа первоначальное название Авдалов Умет произошло от русского слова Умет в 17-18 веке хутор служивший станцией для обозчиков основан не позднее 18 века на гужевом тракте Шацк-Спаск по статистическим данным в 1862 году владельческая деревня Авдалов Умет Спасского Еза состояла из 17 дворов 231 человек в 1882 году 18 домохозяйств 112 человек в 1896 году лесопромышленник Лесков открыл лесопильный завод ныне Уметовский док в современном Умете расположены деревообрабатывающий комбинат средняя школа библиотека дом культуры музеи больницы отделение связи лесничество пекарня магазины кафе закусочные Рождество Богородицкая церковь уроженцы Умета хозяйственного руководителя Булдыжов педагоги заслуженный учитель Лескина заслуженный работник культуры Гордеева заслуженный работник высшей школы Лобарева и заслуженный работник школы Шмидтов в Умете в Умете поселковую администрацию входит поселок Водолей 18 человек и теплый стан 164 164 человека Так ну вот очень кратко я об этом все рассказал но советую просто в интернете забейте в поисковике Умед и Морд Дональдс Вы будете в восторге уверяю так вот подъезжаем к этому поселку городского типа Да Видео в данный момент без ускорения, в реальную скорость. Начинается аппарат этих кафе, этих питательных точек. Я просто в восторге, в восхищении. Написано же в википедии около 500, если не больше, придорожных точек питания. Такого нигде больше в России я не видел. Ни на востоке, ни на западе, ни на севере, ни на юге. Вот именно это место. Обгон запрещен. Ограничение 90. Я думаю, если будете проезжать по этой трассе, обязательно остановитесь возле этого ресторана Мордвинс. Это бывшее название Морддональдс. О нем даже Задорнов в своих выступлениях упоминал. Замечательная девушка там работала. Не знаю, работает или нет. Раньше, когда я проезжал, останавливался. Короткое видео снял. Это видео есть в Ютубе. Не помню, какой маршрут. Но при желании можно найти там это видео со вставками. С этим. Одно из самых замеч... Не, самое замечательное место на пятерке. Ну, Урал, Уральские горы, Перевал. Это немножко другая история. Урал, 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 Урал. Настроить. Видно, что да. Основная часть играли просто изо всех сил. А это просто вот такой настрой. И у меня давно уже какое-то впечатление сложилось. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Вот, вы иностранцу платите большие деньги, а там маленькие. Вы что-то уже играете. Ну вот, несколько секунд и замедленная съемка. Чтобы вы могли это достопримечательное место рассмотреть. Да, да, да. И это был как раз скандал Демити, когда Денис начал это... С правой стороны по ходу движения. Буквы убрали. Хотя можно было их перевернуть вверх ногами. Или под 90 градусов. Ну вот и все. Надеюсь, вы это место запомните. И при возможности обязательно сюда заедете. Здравствуйте. Если ее правильно организовать, да, исходить из того состава, что есть, можно же сделать. А, да, да, да. Он пришел несколько лет назад. Когда тот же Анджи, владелец. Все, я его выведу на первую местную путь чемпионов России. Керимов. Да, когда... Да, и Сэмюэля того, там все... Да, и Роберто Карлос. Карлос уже, который пенсионер. Жирков, ну Жирков на тот момент у человека играл. Всех вроде собрал. Столько денег? Нет. Потому что это командная игра. Это не игра одного-двух человек. Да. Да. Ну а что, он сейчас в этом же, в бегах, да? Да. Да. Все. Кончилось. И таких примеров очень много. Как-то, вроде бы, средненькая команда. Никого выделить нельзя. В том же Дотенхеме. Ну вот, Харикин. Он, как-то, светился с прошлого года. Все. А кроме него, и нельзя там ничего выделить. Никого, чтобы назвать что-то. Вот этот вот звезда, звезда и Харикин. Вот мне скажи кто-то. Я не знаю. Я вот знаю, что Харикин там... Я знаю, что там играл. Павличенко. Павличенко, да. В свое время играл. И в прошлом, или позапрошлом сезоне, Руги играл. Когда его Манчестер спросили. Воин Руги. Ага. Вот. Но в этом году он там уже стал самым адресом. Осторожно. Дети. Ограничение 90. Деньги зарабатывают. Причем с такими загомчениями. Я думаю, что вот, вроде, всю жизнь мы слились. Не он сам пришел. Да. Предложили ему. Потому что мы не нуждаемся в ваших условиях. А все-таки это звезда. Вам всю жизнь мы посвятили. Да. Весь в футболе. Такая вот спортсменная группа. Или вовремя уйди. Или наезжайте. Или наезжайте. Там уже тренер решает. Ну да. А смысл у тебя оставаться в команде. Да. Если ты будешь просто натянуть его. Да. Никто не молять твои заслуги. Там что ты сделал. Или футболом. Или игровым. Так можно это до пенсии оставлять. Да. До 90 лет. Да. С того, что в футболке твое имя написано. Его отпускать в Анатолию. Здесь любой человек. Он сам понимает. Тут уже решает. Руководство клуба. Первую очередь. Тренер. Какую концепцию. Он видит. Данные команды. на данную программу. Принял. И все. Ему такой игрок не может. Зачем он его удержать. Тем более. Там деньги не считать умеют. Они не такие дураки. Прямо по ходу Зубова поляна. Рабочий поселок. Как будет развиваться в линии чемпионов. Я склоняюсь к тому, что... Первое упоминание. 1679 год. Вот я смотрю. А у нас этот. Да. Ювентус ушел. Да. Да, да, да. Криштиан. Да, да. Ушел Ювентус. Вот как бы в том году выражал Ювентус. У меня так интересно получается. Я как бы еще со студенческих времен там... Не скажу, что со школы. Как-то я так... Большого внимания не уделял. Вот так интересно будет там. Но... Нет. А вот со студенческих времен так не надо. В испанской премьере... В испанском чемпионате. В реал Мадрид. Ювентус. Я болею. Вот пожалуй. Германский. Чемпионат германика. Мне интересно. Реал Мадрид. Ювентус. И Челси. А, Челси. Вот эти команды. В невязком поваре хорошо. Да, да, да. Да, да, да. Атлетик, ну смотри, мне понравился. С прошлым годом. Не смотрел. Как играет. Молодцы. Вот. Не хватает временов висения. Какого-то. Ничего. Ну, просто видно, что очень хорошо играет. И реал. Некоторые эти вот моменты. Он просто выиграл на везение. То, что там вот. Да, действительно опыт в игроковке будет всплыть. Вот. Элементарный какой-то. Ну, не зря там посмотрите. Везет. Кто-то везет. Какой-то в мире вообще. И даже я вот сознательно не лежал. Что на этом чемпионате мира Германия и Германия будет. Я вообще не... Вот эта земля трогает. И чемпионат мира я волею за Россию. Но за Россию, когда она... Ну, не потому, что это Россия. Из-за того, что я так фанат этой команды. Но потому, что Россия. Затем на втором месте это Франция и на третьем Германии. Вот кто меня спросит, я объясню почему я не смогу объяснить. Просто он в своё время, наверное, сложилось два Франции. Наверное, стал момент, как Гюзетан стал играть. А ещё до него, и ещё, наверное, со школьным три, не знаю почему. Вот понравилось Франции, а почему Германию вообще даже не знаю? Ну, у него точно так же, я не могу объяснить, нравится играет на Олимпе. Обгон запрещен. Ограничение 90. Это необычная манганта, это на уровне подсознания. Вот нравится такая вот громадная стратегия. Да, там вроде Билле, там в Аргентине игрался на время Марагона. или, может быть, из-за того, что в своё время я малый... ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. А Франции, да. Ты, наверное, спал и разбудил тебя? Я остановил. Улетает Франция, я болю за Германию. А, ну, у Ленты остановился. Да, Франция, я болю за Германию. А, вот оно что. Ну, молодец. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Ну, понятно. Ну, Кремов тебе понравился этот Казанский? Ну, ты ж там был, по-моему. А, ну, да. Понятно. Ну, хорошо. Нет, я просто подумал, ты мог подъехать и откинуться. Ну, бывает такое состояние. У меня такое было. Ну, хорошо. Ладно. Всё, давай отдыхай тогда. Перебрасывай всё это. Всё. Ну, давай. Удачи смотреть. Ограничение 60. Угу. 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 Что-то спокойно. Почему-то из парканова прыгает, да. Угу. Угу. Мне просто в какой-то момент это классе восьмом, наверное, понравилась игра локомотива. Ну да, наверное, если просто он начал за них побить. Там тогда блистали Марат Измайеров. Ну да, да, да. Именно. Хорошая команда у него. В деле яркой Лидидов вот играл на нем тоже. Нет, он попозже. Да, он попозже. На нем он играл поврежденно, когда играл. Да, 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 да. В этом виде потом года прошел. И вот там где-то в таких коленях вот тоже хорошо они себя проявили. Тогда в чемпионате Европы вот они... Да, восьмом проявили, да? И сразу за границу приехали. За границу неплохо не играли. Ну бы честно, в частности играл. Ну... Оршавин как-то уже близко. Правда, этим матч всего хватило, чтобы устроить свою обеспеченность для нас в расходе. Четыре гола в матче. Он просто сделал. А я запомнил, он чувствует, я ищу их код вот. Наверное, это все где-то. Я вернулся туда. В том же их код. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Дождик залетел А долго Может быть оттуда Стараться Скорее всего Я обратил внимание Уже до июля Ехал Сейчас Если Раньше Восемь и зимой Ветра шли с сапада на восток Сейчас сразу Я в нижнюю ногу Такой ливень попал Стеной Очень многие машины На аварийных Но надо перешитать Это 30-40 км Старался ехать В принципе он там заканчивается Да Вот она вот эта точка висит Она потом правее Висит И туда И ветер туда Куда 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди город. Ограничение 60. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди город. Ограничение 60. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В зависимости от силы и скорости ветра. В Москве когда был дождь? Вчера. В Москве был дождь. Вчера был сильный. Да. Я в Краснодаре в этот момент попал в дорогу. Вчера был сильный и то, что... Вчера молодожневая погода пойдет. Ваш неделю выйдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Возможен град и образование... Впереди камера. Ограничение 60. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо по ходу движения село Сургать, село в Тарбеевском районе Мордовской республики. Родом из этого села классик татарской поэзии Хадид Акташ и отец самого богатого человека на Украине Рената Ахметова. Очень важная информация. Население 418 человек в 2001 году. Расположено село на левом берегу Порцы в 13 километрах от районного центра и железнодорожной станции Тарбеева. Население. В 1914 году 3628 человек, в 2010 году 329. Из истории. У Кристиан Сургаде существовало подворно-наследническое земледелие. Однако к концу 19 века впоследствии произошло крайнее раздробление земельных собственностей. Татарами пришлось переделить землю по душам. К такому решению не присоединились домохозяйства, у которых сохранились довольно крупные участки. По переписи 1882 года оказалось всех домохозяев было 276 человек. Из этого числа 227 человек состояли в земельной барщине. Лишь 59 домохозяев имели отдельные от общинников. Да нет, вот как там через Рязань, вот так вот поехали. Ну ладно, все. Кому интересно, можно будет посмотреть в Википедии. Шерштайн? А, нет, нет. Это я позвонил по телефону, разговариваю с ним, вспомнил. Так, вот сейчас въехал в Никольское. Так, далее Торбиева. Ага. Да, хорошо, хорошо, договорились. Торбиево. Рабочий поселок с 30 ноября 1959 года. Административный центр Торбиевского района Республики Мордовия. Население в 2017 году 8937 человек. В Торбиевскую поселковую администрацию входит деревня Жукулук и Мазелук. История. Название антропонима от тюркского имени Торби. Упоминается в исторических документах 1667 года, как деревня Торбиевка. Со второй половины 17 века ею обладели служилые люди Торбиевы. В 1929 году создан колхоз «Комсомолец». В 1931 году в Торбиево насчитывалось 1540 человек. В 30-х годах выпускалась газета за социалистическую деревню. Работали аптека, ресторан, детские ясти, был заложен парк. В 1940-х годах вступил в строй элеватор. В 1950-х годах здание РК КПСС. В 1980-е годы в районе работало 8 промышленных предприятий, 7 строительных организаций. В эти годы построены автовокзал, библиотека, поликлиника, аптека, школа, детские сады и жилые микрорайоны. Сейчас имеются две средние школы, одна основная и детская школа искусств, библиотека, дом культуры. Торбиевская центральная районная больница, дом, музей Девятаева, районная газета, Торбиевские новости. В Торбиево сегодня 69 улиц. Экономика. В Торбиеве действует ДРСУ, ООО «МАПО». Торбиево, газокомпрессорная станция, маслозавод, мясокомбинат, элеватор, предприятие торговли, связи, бытового обслуживания. Известные уроженцы, Девятаев Михаил Петрович, гвардии старший лейтенант, летчик-истребитель, герой Советского Союза, совершил побег из немецкого концлагеря «Пенимонда» на огнанном немецком бомбардировщике «Хенкель-111» вместе с группой 9 советских военнопленных. Из 9 советских военнопленных. Поэтому даже фильм снят по этому факту. Читаешь в Википедии, узнаешь такие вещи интересные. Достопримечательности. Памятники воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ленину, памятник Девятаеву, самолет на въезде в поселок. Вот, не было бы Википедии, такие бы, конечно, интересных моментов бы не знало. По ходу движения много других населенных пунктов. Каждый из них имеет свою историю, свою память прошлых лет. Чуть позже прокомментирую про населенный пункт, когда будем подъезжать. И называться он будет «Отюрьева». Ну а пока двигаемся в эту сторону. Впереди город. Ограничение 60. Камера в спину. Ограничение 60. Вот такие предупреждения. Там в любой более-менее майский населенный пункт стоит предупреждение об ограничении скорости. С левой стороны. Вдалеке Московка, Хилково, Хилково. С правой стороны татаринские юнки. Интересно, что такое татаринские юнки. Посмотрим. В Википедии сказано, что это село. Население 406 человек в 2001 году. В основном татары. Расположено на речке Юнки. В 18 километрах от райцентра. И железнодорожная станция Торбеева. В списке населенных мест Пензенской губернии. В 1869 году татарские юнки. И село Казенное из 191 двора Краснослободского уезда. В 1913 году в селе было 408 дворов и 2659 человек. Четыре мечети, шесть школ. Вот такая вот татаринские юнки. Родина художника Китаева. С левой стороны по ходу движения Дмитриев-Усад. Населенный пункт. В Википедии говорит, что это село. Центр сельской администрации. В Атюревском районе. В Атюревском районе. Население 626 человек. В 2001 году. В основном русские. Расположено в 12 километрах от районного центра на трассе Москва-Саранск. В 20 километрах от железнодорожной станции Торбеева. Возникло село в 17 веке как выселок богатой крестьянской семьи Бажиновых. Это я сейчас вспомнил. Разговаривал с ним насчет Март Дональдса. Он пролетел, даже не заметил. Челобитный крестьян села Аксенова. И Носово сообщается, что в 1676 году Дмитрий Усад был крупным населенным пунктом со смешанным мордово-русским населением. Дмитрий Усад был крупным населенным пунктом со смешанным мордово-крестьянским населением. Крестьяне села участвовали в пугачевских отрядах, руководимых Естафьевым и Мартыновым. В списке населенных пунктов мест Торбеевской губернии 1866 год Дмитрий Усад, село Казенное и Владельческое. Из-за 158 дворов 1461 человек с Паскового уезда. В 1930 году в селе было 469 дворов, 2584 человека. В годы коллективизации был организован... Огон запрещен. Ограничение 90. Колхоз «Красный огородник», позднее «Ударник». Скоро уже на горизонте появится Атюрьево. Про Атюрьево в Википедии сказано. Село в Мородовии. Административный центр Атюрьевского района и Атюрьевского сельского поселения. Особное село в XVI веке расположено на автотрассе Москва-Саранск и Торбеево-Темняков. В 135 километрах от Саранска и в 32 километрах от железнодорожной станции Торбеево. Первое упоминание об Атюрьеве относится к 1443 году. Название «Антропоним» связано с розвищем старика Атерия. В прошлом здесь были два села. Верхнее Атюрьево, нижнее Атюрьево. Впоследствии слившиеся в дно. В январе 1864 года. Жители села во главе с Григорьевым выступили против крестьянской реформы. Часть Атюрьевских крестьян выступила против советской власти и трудоотрядов. В 1918 году крестьянами были убиты трудоотрядцы Бараев Михайлов. По указанию Ленина сюда были направлены карательный отряд, который жестоко расправился с крестьянами. В 1931 году после раскулачивания большевиками был организован колхоз «Тсятка», в переводе на русский «Искра», переименованная в 1956 году в «Память Ильича». С 1992 года СХП в 1937 году начала издаваться районная газета. В современной инфраструктуре села отсутствует промышленное предприятие. Действуют две средние и музыкальные школы. ПТУ – дом творчества школьников, пять библиотек, дома культуры и быта. Открыт дневной стационар, поликлиника, сеть торгов и коммунально-бытовых учреждений, телевизионный ретранслятор, памятник воинам погибших в годы Второй мировой войны. Население в 2010 году составило 4 499 человек. Экономика. Район сельскохозяйственный и промышленные предприятия находится в Атюрьево с 1 января 2001 года в районе 914 предприятий. Средства массовой информации. Первый канал и Россия-1. Радиостанция, работающая в городе. Радио России, Радиомаяк. План радио номер один. План. Был план радио Кукуруза. Дорожное радио. Вот такая вот информация, которая находится в Википедии. Короткий отдых. Разминка. Так, то есть нам как? Назад или они сюда подъедут? А не, он поехал вроде. Может выйти махнуть ему? А вам потом на поворот что-ли уходить? Да, да. Я назад сдам вам до той машины. До мелочи? Да, да, да. Так, какая дверь открыта. Так, какая дверь открыта. Вот отдохнули. И много, и... Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Нет, был, ну... Постеливался. Постеливался. Ага. Ладно. Впереди с левой стороны слободские дубровки. Википедия говорит, что это сельское поселение. Статус и граница сельского поселения установлены законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года. Население в 2017 году составило 427 человек. Да нормально, все хорошо. Осталось чуть больше ста километров. Осталось. Никольская. Никольская болота километров 20-30 назад. Ну это я разговариваю с ним по телефону и расстроился, что он проехал вот этот Мордональдс. Не заметил даже. Он сказал, что помнит оживление на трассах эти кафе. Впереди дорога будет проходить через Краснослободск, Мордовия. В Википедии сказано, что это город с 1706 года до 1780 года назывался Красной Слободой. История. До 18 века в России не было единого административно-территориального деления. В 1700 году. Мне кажется, ему уже пора это завязывать с боями. Для чего они все это делают? Чтобы как-то свою жизнь... Основное... Ладно, если останется время, после диалога в салоне автомобиля, я расскажу немножко. Прочитаю из Википедии. ... для собственной жизни, чтобы хорошо жилось, и так далее. Матрегер себе уже все сделал, все обеспечивал. У него там свои виски он какие-то выпускает, свои бизнесы, свои проекты. Ему уже драться не обязательно. Он заработал уже достаточно денег, сложил этот бизнес. Причем я думаю, что успешный достаточно. Он сейчас делает себе просто вот эту популярность. Ну, так же как заведомо троекрашный бой по бутсу. Боксировал... Да, 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 да. Да. Мы с этим поскористки уже там... Да, да. Но он проиграл, по-моему, конечно. Там было и ясно, что он проиграл. Так как этому человеку проиграл Вене Багиао. Ага. А Вене Багиао в боксе не самый последний человек. Да. Вот. Уже было понятно, что... Ура. 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 Телевизор наверное видели А заработать на этом деньги И у него это получилось Не у всех это получается Да Поветкина кстати в последнем бою жалко Вот я почему-то склонялся Что он проиграет Ну и ставки были против него Тот молодой Да, молодость это одно Молодость вырос Физические да И против таких бойцов Нужен боец Или который очень Хорошо и долго Умеет держать на комнате пропущенные удары А вот так Боец или нет Да, одиночный удар Как показалось С одного удара уже поплылся Хотя понятно что удар там очень большой Да Или Манера ведения боя Как в стиле Тайсон когда он начинал свою карьеру Валил вот таких же всех рост Это мгновенный взрыв Вход на ближнюю дистанцию А поветкин где-то этого Поэтому у него как бы шансы были Даже он В каком-то из начальных раундах Право-боковым человек за руку достал его Хорошо было Но недостаточно Всё Он в корпус 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 Я держал на дистанции, а ближний бой не пускал. Всё, выиграл. И здесь точно так же. Это он, по-моему, больше простоял. Я вот так помню, там нокаут. Нокаут, по-моему, да. Все 13 раунд прошло. Ну, как тут копил? Всё. Если ему в самом начале не удалось в первых раундах пойти именно в ближний бой свою дистанцию, как говорится. Всё, а дальше больше уже усталость, уже скорость. И та реакция не так. Всё. Даже Дайсон, даже Дайсон. Его глостность хватала. Такой его могучий. На 6-7 раундов. Потом уже всё. И не зря тогда мы ходили в разговоры, в комментарии. На 6-7 раундов. На 6-7 раундов. Что, кто смог простоять против Тайсона 6 раундов, уже с большой вероятностью простоять до конца. На 6-12 раундов. Потому что какой бы не был человек рабочий, всё-таки природа есть, природа физика есть, и так далее. Забиваются мышцы и так далее, когда в этом смысле попадают. На поведке, да, вот себе тоже время сделала. Вот чемпион, проиграл. Нередко не чемпион. Нередко не чемпион. Нередко. Да, поражение тоже должно быть. Хорошо, когда, конечно, без них. Но это крайне редко. Взять того же, допустим, что-то происходит. Всё. По нескольким версиям абсолютно ничего. Всё. Упал от Дидиса Лебедева. Ну, что такое Дидис Лебедев? Вообще. Две разные. Они самостоятельные. Просто ещё, когда человек добился всего, как говорил тоже один известный боксёр. Остара Далахоя. Вот. Очень трудно заниматься боксом, когда спешим. Нашёл просто нет. Всё. У тебя уже нет стикла. Угу. Ты всего добился. Уходишь уже по привычке. И когда идёшь по привычке, а не идёшь... Глаза горят надо. Вперёд, вперёд. Выдарёшься. Это уже совсем не то. Да. Это уже совсем не то. И кто-то успевает вовремя уходиться, а кто-то нет. Ну, Лебедев тоже в своей карьере хорошо так получил. Я вот не помню с кем этот бой был. Очень высокий боец. Такой бой. Такой планш был на лице. Не могу вспомнить. У него прям всё лицо в мясо было. Страшно было смотреть на него. Да. С другой стороны было бы рассечение. Эта кровь просто вся вытекла. Да. Да. Внутри сдержалась. Да. Не удалось мне про Краснослободск прочитать. Там много информации. В Википедии. Не судить его. Вот эту развязку сделали. Да вообще дорога хорошая. Вообще. Ну вот. Чуть-чуть. Асфальт был. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Инъекционный. Водопад. Хорошо. Хорошо. Подплывай. Немного. И будет бой последний, поэтому не факт, что он погирает. А я думал, что в 5 часов именно они уже. То есть там начнется раньше. Я вот не помню. Я просто так увидел, что... Ну да, так-то может он и во сколько там, в 7 начаться, если просто начало там. Там уже несколько поют. Слева походу старое Зубарево. Слева походу старое Зубарево, справа Пеньково. Чуть дальше Преображенский. Красный Турнеженский. . Доктория декоративного года У нас заводность пропагандирующие американцы ИНТРИГУЮЩИЯ ОН ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА РАШЛИВАЕТСЯ ИНТРИГУЮЩИЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И даже элементарно может быть с местными властями что-то не подъемели и все. Вернее не то, что не подъемели, а не подъемились. Все потихоньку без ворота перекрывается ими самыми проверками. Сейчас там что-то заблаговременно. Разве там приведут, что придет там проверка, ничего. Нет, тогда захотели. Пожар не будет говорить, что надо вот это делать. А еще не будет какая-то связь, не будет говорить, что это не надо делать, что это не правильно. И все, и тем и другим надо платить. Потому что если не будешь платить за твою. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. У меня есть, как. У вас, значит, как в Саратове всту приедем, сразу на мойку желательно пройдем. Ну да, чтобы потом не крутиться на мойку, потом на вокзал, потом попутаться. Да, тогда я сейчас позвоню человеку, который меня будет встречать, чтобы как раз именно там меня и встречал. А, на мойке, да? Да. И мы туда с вами подъедем. И мы там будем ждать. Ну что если мы сейчас будем лежать? Да, стандартный крутник завышенный. Что-то глупое у кого-то. А оно битненький. Да, что это за экта. В общем, обычные дерьмо. Что экта, что нет. Обычные дерьмо. Там не интересно, обычные дерьмо. Мне кажется, они все так называются. Используются. Понимаете, в чем дело. Лук-фойл. А они просто его имени используют. Ну да. Да, у нас тоже все эти лук-фойлы. Только разница я замечаю. Даже между 92 и 95. Пробовал, как бы. Милевой разница. На самом деле у меня доверие бипишки. Я очень надеюсь, что они до сих пор стараются, удерживаются. У нас нет, у нас газпроузская. И вот такая. В мой вроде богатый. Третья серия подходит к завершению. До конца уже будете, наверное, слушать разговор в салоне автомобиля. Саня, вот в старом Шайговой на заправке стоит. Сейчас заправимся. А, слушай. Давай, знаешь, когда встретимся, где тут парню надо на мойку заехать? Давай на втором километре тогда встретимся. Я на этом свой комментарий заканчиваю. До следующей серии. Где вот эта радуга, что ли? А, ну всё, я там выйду тогда. Я им объясню, где мойка. Да всё, и покой хрен туда берется в город. Туда, к радуге, да? К радуге. Ага. Всё, всё. Всё, давай, давай. Ага. Ещё будет, наверное... Ну, маловероятно, что две серии. Может быть, в одну всё впихну. Или будет одна обычная, полуторачасовая, а вторая, может быть, совсем короткая. Ага. В следующий раз. Играет музыка. Ага. Играет музыка. Ага.